Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Алексея Алексеева. Алексей, спасибо вам огромное за интересные вопросы. Расскажите про мимику и проявление эмоций у кошачьих. Многие из нас являются счастливыми котовладельцами и между тем мы понимаем, что настроение кошек гораздо труднее понять по их мимике, наверное, чем настроение собак. Есть такое выражение, что если бы собаки играли в покер, они бы постоянно проигрывали, потому что у них все написано на морде. К сожалению, эмоции кошек распознать не так просто. И тем не менее, да, безусловно, у кошек есть мимические мышцы. Выражение кошачьей морды постоянно меняется, и наблюдательный котовладелец может понять эмоции своей кошки, разглядывая ее морду. Во-первых, меняется положение ушей, могут прикрываться или широко открываться глаза, могут усы принимать различные положения. Они могут либо спокойно лежать вдоль морды кошки, либо они могут быть направлены вперед или, наоборот, опущены вниз. То есть, самые различные мышцы принимают участие в выражении кошачьей морды. Поэтому, если вы внимательно наблюдаете за своей кошкой, вероятно, вы все-таки можете научиться ее понимать. Итак, во-первых, обращайте внимание на положение ушей вашей кошки. Если кошка спокойно и хорошо расположена, то уши ее направлены вверх. Если кошка рассержена, настроена агрессивно, то уши прижаты к голове и направлены вниз. Если уши направлены в сторону и немножко опущены, то это говорит о том, что кошка удивлена или она находится в каких-то сомнениях. Обращайте внимание также на положение усов. Направленные усы вперед говорят о том, что кошка очень заинтересована. Усы, которые висят вниз, говорят о том, что кошка чем-то расстроена, и у нее не очень хорошее расположение духа. Ну, а когда кошка просто спокойная, ее усы спокойно лежат вдоль морды. Приоткрытая пасть или сморщенный нос говорит о том, что кошка агрессивно настроена. Но помимо мимических мышц, выражение кошачьих эмоций, безусловно, принимает большое участие и тело кошки. Язык тела кошки довольно наглядно демонстрирует ее настроение. Во-первых, обращайте внимание на хвост. Если кошка бьет хвостом или дергает им, скорее всего, она или рассержена чем-то, или агрессивно настроена, или у нее активизировался охотничий инстинкт. Если у кошки хвост трубой, скорее всего, это говорит о том, что питомец ваш находится в хорошем расположении духа. Если кошка поджимает хвост, скорее всего, она испугана. Кстати, недавно проводились исследования. В них участвовало более 6 тысяч человек из 85 стран. Там людям, которые являлись с владельцами кошек, предлагалось по фотографиям и видео распознать эмоции этих животных. И надо сказать, что не все владельцы кошек одинаково хорошо с этим справлялись и в среднем угадывали лишь в 6 из 10 случаев правильную эмоцию, которую испытывает в данный момент животное. Причем, интересно оказалось, что с этой задачей, с распознаванием кошачьих эмоций, молодые справляются лучше, чем взрослые, а женщины лучше, чем мужчины. Но надо сказать, что действительно, конечно, кошки гораздо менее нам понятны с точки зрения мимики, чем собаки. Это неудивительно. Собаки, их предок волк, это социальное животное. Социальным животным необходимо общение друг с другом, и поэтому выражение эмоций для собак, как и для их предков волков, очень играют важную роль в их жизни. Предок кошки, это дикая степная кошка, животное такой индивидуалист, и с сородичами, как правило, особенно не общается. Поэтому, в принципе, у предка кошки никогда не было такой задачи уж сильно проявлять свои эмоции, показывать их, потому что, в общем-то, для этого не было необходимости. Кошка, как правило, такое животное-одиночка. И тем не менее, все-таки происходил отбор. Человек, прежде всего, когда одомашнивал кошку, он отбирал животных наиболее к нему расположенных. И вот именно такие социальные качества кошек играли важнейшую роль. Ведь не случайно современные домашние кошки, одичав, образуют колонии и живут уже совсем не так, как жили их далекие предки и общаются со своими сородичами. Ну и, конечно, есть какие-то моменты поведения кошки, которые тоже говорят о ее настрое и отношении к хозяину. Но, например, если кошка трется о ваши ноги, выгибая спину или бодает у вас головой, совершенно очевидно, что она проявляет к вам свою любовь. Кроме того, если кошка смотрит на вас и изредка медленно моргает, это тоже говорит о том, что кошка очень вас любит и хорошо к вам расположена. Кроме того, у взрослой кошки в поведении сохраняются детские черты. Ну, например, многие кошки, когда они довольны и хорошо себя чувствуют, они проявляют такое поведение, как молочный шаг, когда кошка начинает с вами передними лапками месить вас, при этом немножко выпуская когти. Это вот говорит о том, что кошка необычайно довольна. Ну и, кроме того, кошки мяукают, кошки общаются с нами при помощи звуков. И это, кстати говоря, тоже детское поведение, потому что дикие взрослые животные мяукают только в младенческом возрасте, а когда становятся взрослыми, они уже подобные звуки не используют. Это такая вот система коммуникации, именно свойственная для котят. Ну и еще одно интересное наблюдение. Есть породы кошек, у которых изменена форма костей черепа, и поэтому у них морды выглядят либо очень несчастными все время, как будто им все время чего-то от вас нужно или просто они испытывают какие-то неимоверные страдания, либо они выглядят так, как будто они очень сердиты и агрессивно настроены. И это связано исключительно с тем, что действительно человек в процессе одомашнивания этих животных изменил. Например, кошки с плоскими мордами. Кажется, что они все время такие недовольные, хмурые и смотрят на вас очень недружелюбно. Но делайте на эту скидку. В общем, животное это ни в чем не виновата. И наблюдайте за своими животными и старайтесь понять их чувства и эмоции к вам. Ну что ж, друзья, я надеюсь, я ответила на вопрос Алексея. Не забывайте писать нам свои новые вопросы в комментариях, мы с удовольствием будем на них отвечать. Не забывайте подписываться на наш канал, и мы ждем вас в нашем музее. Всем хорошего дня!